Уверена, и у вас такое было. Идёшь по улице и вдруг застынешь на месте, как заворожённый. Виной всему стритовщики, уличные музыканты по-простому. Женя и Дима встречают весной музыкой уже второй год. Приходят сюда после учёбы и работы. Диме до конца обучения в Забайкальском техникуме искусств остался всего год. Женя уже работает в муниципальном духовом оркестре. Неотъемлемая часть их любой композиции – звон монет. Для удовольствия играем, конечно, от деньги. Ну, как бы народу, если нравится, они хотят нас отблагодарить этим, кидают. За свою смелость в тёплые выходные каждый при лучшем раскладе может заработать 500 рублей. Тратит с умом, покупает новые струны и трости для саксофона. В будущем мечтает выступать на фестивале уличной музыки. Но, к сожалению, пока такой возможности у них нет. Потому что люди, когда проходят мимо, чаще всего не прислушиваются. А здесь будет такое специальное мероприятие, когда люди могут прийти специально для того, чтобы послушать. И убедятся в чём-то. Ну, как бы на Западе это уже давно есть. Ну, народ ближе к музыке. А здесь у нас, в Чите, надо стремиться к этому. Надо фестивали какие-то организовывать, музыкальные всякие мероприятия, я думаю. А вот эти ребята только начинают стритовать. Хвастаться максимально выручкой не стали. Говорят, плохая примета. Для них основная цель уличных выступлений – не только заработок, но и возможность представить свои авторские песни широкой публике. Ну, во-первых, тут могут слушать мою музыку разные люди. Я как бы сам любитель сочинить. Ну, и соседи на меня не орут. За то, что я играю. Ну, конечно, это заработок, так как я учусь, на работу ходил устраиваться, и там берут на полный оклад. Так что на таланте тоже можно заработать. Я положительно. Ну, пусть себе играют, да и всё. Веселят народ, если им это нравится. Звуки духовых, ударных, струнных инструментов. Весной город по-настоящему оживает. И всё благодаря стритовщикам. К ним и свободой творчества они выходят на улицы, чтобы мы услышали живое звучание инструментов.